Приветствую вас. Знаете, ну, по роду моей деятельности, да, мне периодически приходится сталкиваться с такими вот примерно вопросами, как у вас, вот. Я не говорю, что мой подход, он какой-то уникальный, что он какой-то прямо вот самый лучший, нет, но если мне довелось вам отвечать на ваш вопрос, да, то, соответственно, почему бы и нет, да. То есть, ну, раз уж я отвечаю на ваш вопрос, то почему бы и не ответил. Вот. Первое, что я предлагаю сделать клиентам, вот, ну, в данном случае вот клиентке, то бишь вам. Первое, что я предлагаю сделать, это рассмотреть своё отношение к своему мужу, к своему партнёру. Кто он для меня, что он для меня, как я его вижу, как я его представляю себе, вот. Как я его воспринимаю, чего я для него хочу, именно для мужа, чего я хочу. Вот. Это, пожалуй, первое. Второе. Раскрыть суть конфликта. Как правило, как правило, конфликт либо не осознаётся людьми вообще. То есть, нет понимания, из-за чего конфликт. Нет понимания, в чём проблема. Нет понимания, в чём сложность. Вот. Либо возникает перенос ответственности. Имеется в виду, что человек, ну, в данном случае клиент, не обязательно вы, переносит ответственность на своего супруга, на своего партнёра за те вещи, которые происходят. Вот. То есть, в конфликте, по мнению человека, виноват один только. Это вот партнёр. И всё, соответственно. Это, конечно же, позиция не верна. Данная позиция является не совсем адекватной, не совсем правильной. Ну, вот. И в первую очередь необходимо разграничить свою ответственность, своё участие, ну, в этой ситуации, в этом конфликте. Да, и аналогичная музя. Ну, аналогичная партнёр. Потому что без этого невозможно. Невозможно, невозможно, к чему-то прийти и невозможно, невозможно, что-либо выработать какое-либо решение. Вот. Дальше. Какова цель? То есть, как человек, ну, в данном случае, да, можете быть, в принципе, вы. Как человек узнает, вот именно узнает, о том, что отношения наладились. То есть, каковы критерии вот этих вот самых отношений. Вот. Это необходимо для того, чтобы можно было обталкиваться от прогресса. Ну, опалкиваться от чего-то, чтобы можно было ориентироваться на что-то, чтобы человек видел, получается, это или нет. То есть, не упускал из вида цели и, соответственно, не терял, ну, не терял из вида свои ориентиры. Далее. Необходимо выявить желания партнеров. Чего хочу я, чего хочет другой человек. Соответственно, есть ли возможность удовлетворить то, что хочет каждый из партнеров. готов ли каждый из партнеров идти на уступки. Если да, то на какие. Вот. То есть, это вот такое направление. Далее я перехожу к исследованию поведения человека в отношениях. То есть, то, как он ведет себя по отношению к супругу и по отношению к самому себе. Какую позицию человек занимает в данном контексте. Вот. И есть ли она вообще. Ну, потому что люди бывают разными и иногда позиции, ну, позиции иногда нет вообще. Вот. Такое бывает. Тоже. К сожалению. Вот. А в этом случае, значит, исследуется поведение человека, исследуется его потребности, то есть, исследуется, что он, чего он ждет от, ну, от партнера. А, вообще. А, что он делает для себя вообще и делает ли он что-нибудь для себя. А, вот. А, соблюдает ли он личные границы, свои, свои личные границы. Потому что, если границы не соблюдаются, то это уже сразу деструктивные, ну, деструктивные сразу отношения, потому что границы соблюдать необходимо. Вот. Если границы не соблюдать, то очень серьезные сложности возникают в отношениях. Вот. А, далее мы раскрываем, значит, взаимодействие партнеров. То есть, используется специальный метод для того, чтобы понять, как партнеры взаимодействуют между собой, по какому сценарию развивается их взаимодействие. И на основе этого уже можно будет выявить, собственно, конфликт. То есть, а в чем, в чем, собственно, конфликт вообще. Да? Вот. Ага. Это все так же делается, это все так же анализируется. Вот. Ну и дальше, уже в зависимости от, в зависимости от того, какие проблемы могут быть у самого человека, да? Уже там дальше, как бы, вырабатывается дальнейшая стратегия работы. Потому что, ну, понятно, что индивидуально все подбирается, индивидуально все выясняется и так далее. Это, я надеюсь, ну, это, я надеюсь, понятно. Вот. А дальше идем. Значит, ага, вот вы говорите о том, что все потеряно. Вы говорите, что все потеряно. А что вы под этим подразумеваете? То есть, что вы подразумеваете под понятием, что все потеряно. Вот. То есть, это подразумевается определенная жертвенность в отношении. Это подразумевается определенная безысходность в отношении. Так или иначе, с этим ведется работа. Потому что супруги, а также конфликты супругов, это некая такая наука игр. То есть, люди играют в игры. То есть, люди играют в игры. Супруги играют в игры. Очень часто даже сами того не, ну, не видя, сами того не замечая, сами не отдавая себе в этом отчет. Поэтому важным элементом работы является выявление супружеских игр. И, соответственно, уже на фоне их возможно получение картины проблематики каждого из супругов. Вот. Ну, дальше, как правило, на этом этапе уже становится более-менее понятно, в чем проблема каждого из супруга. Вот. И, соответственно, уже можно начинать индивидуальную работу. Вот. Иногда бывает так, что проблема супругов часто проблема созависимости. Да. Проблема созависимости это немножко отдельная проблема, это в большей степени патологическая проблематика, в большей степени это проблематика уже более глубокая, чем просто семейный конфликт. Вот. Вот. Но зачастую приходится сталкиваться и с проблемой созависимости тоже, когда поведение одного супруга очень сильно влияет на поведение другого супруга, да. То есть происходит некое такое слияние. Вот. Слияние это определенный защитный механизм, который также выявляется, изучается, смотрится, исследуется и, соответственно, корректируется, раскрывается. То есть мы ничего не исправляем, мы ничего не выправляем, да. Мы исключительно только, ну, по крайней мере, лично я стремлюсь исключительно только к тому, чтобы раскрыть все желания человека. Дальше можно будет перейти к гендерному поведению, к гендерному ориентированию в том смысле, что свою ли позицию занимаешь человек, находясь в отношениях, да, то есть, ну, на своем ли как бы месте находится такой человек, вот, все ли такого человека устраивает, да, то есть, ну, образно говоря, как бы, вот, если, допустим, женщина, то какая она женщина, да, подчиняющаяся или доминирующая или равная, вот, соответственно, какого мужчину она видит и так далее. То есть это вот такая вот гендерная модель поведения. Только здесь то в том, что в отличие от индивидуальной терапии, да, то есть, ну, от клиента к клиенту ориентированного подхода, здесь можно раскрыть именно какие-то вот желания человека именно через его гендерное поведение. И это, конечно, очень важный момент, потому что зачастую люди просто не умеют говорить о том, что они вообще хотят. Зачастую люди просто не могут высказывать то, что им нужно, и это, конечно, очень большая проблема, потому что, ну, собственно говоря, большая масса конфликтов возникает именно из-за того и, ну, по той причине, что люди просто не способны высказать то, что им нужно, высказать свои желания, они стесняются, не принимают этого, стыдятся. Вот, у них куча разных, скажем, ну, скажем так, субличностей, да, ну, это я так вот простым языком сейчас говорю. Вот, все это сбивает и, собственно, мешает человеку выразить свои желания, свои потребности адекватно, настолько, насколько было бы, например, понятно другому и настолько, насколько это можно было бы реализовать. Вот, причем без нарушения желательных личных границ, ну, другого человека, чтобы не было, ну, перекоса в какие-то вот нездоровые отношения. Вот, это важно, это важно. Вот. Если конфликты или разлад в семье произошел из-за внутренних конфликтов одного или обоих супругов, вот, то при решении личностных проблем, я считаю, нужно предупредить, что, значит, по результатам работы, да, то есть, ну, после того, как работа будет проведена, есть вероятность того, что супруг, например, и вообще привычные цели, привычные желания, привычные ориентиры, вот, они будут не так интересны, не так важны человеку, как это было раньше, вот, и он, собственно, как бы, ну, может это все потерять. Точнее, не потерять не в том смысле, что упустить, а потерять в том смысле, что ему это просто, грубо говоря, станет неинтересно. Вот. Об этом я тоже считаю нужно предупредить, потому что, ну, чтобы не было каких-то моментов, таких вот, неприятных, неожиданных, вот, чтобы все было максимально открыто, вот, доверительно. Значит, значит, если желание меняться есть только у одного из супругов, то есть только один супруг видит конфликт, а другой супруг конфликта не видит, например. Вот. Ну, в этом случае мы, соответственно, работаем с одним супругом, да, и, соответственно, меняясь, меняясь для себя, супруг неизбежно будет менять и всю жизненную схему, весь жизненный, весь образ жизни семьи в целом. Вот. Если же меня, ну, меняться хотят оба человека, то в таком случае работа ведется с обоими супругами сразу, либо, значит, с каждым супругом по отдельности, ну, как удобно, как удобно. Опять же, я предпочитаю работать, значит, с обоими супругами сразу, по крайней мере, вначале, чтобы понять вообще, как они взаимодействуют и в чем у них проблематика. Вот. И после этого уже переходить, как бы, к индивидуальной терапии для того, чтобы можно было эффективно, качественно, корректно работать с людьми. Вот. Мне кажется, это очень важно, потому что от, ну, от подхода, от подхода зависит, собственно, эффективность. Ну, и от доверия, в принципе, тоже. А доверие, как известно, вырабатывается достаточно долго. Вот. Доверие это то, что выстраивается далеко не сразу, поэтому, конечно, какое-то время тратится на выстраивание этого доверия. Вот. Тут уж от этого, к сожалению, никуда не деться. Вот. Ну, по итогу, по итогу, в зависимости от желания супругов, в зависимости от их восприимчивости к терапии, да, в зависимости от того, как они воспринимают, ну, лечение, как они воспринимают вот эту самую психотерапию, не лечение, а психотерапию. Вот. Ну, соответственно, наблюдается результат. И постоянно происходит вот это вот самое важное, что я считаю, да, это вот свирение. свирение с желаемым результатом, да, то есть, что для меня такое, что такое для меня наладить отношения. Вот. То есть, в этом вот и заключается та работа семейного психолога, не консультанта, а психолога, вот, семейного психотерапевта. Значит, в этом и заключается его работа. Иногда, конечно, бывает так, что пару уже не спасти, вот, в том плане, что все слишком запущено, в плане того, что слишком много проблем, слишком много обид. Вот. Это неприятно, но такое бывает. Никуда, к сожалению, от этого не деться. Вот. Но, в таких случаях, как правило, люди потом становятся счастливыми, вот, благодарят. А по моему глубокому убеждению, те, кто друг друга любит, те, кто дорожит друг другом в глубине души, те, ну, работу воспринимают в целом позитивно и активно идут на сотрудничество и работу, потому что понимают, что это важно, в первую очередь, именно для них. Вот. Вот, в принципе, так. Вот, в принципе, так. Конечно, задавать вопрос, вот в таком стиле, да, как наладить отношения, с мужем, если скажут, что все потеряно, ну, это, конечно, довольно опрометчиво, потому что вопрос слишком общий, вот. Вот. И можно очень много говорить об этом, можно очень много предполагать, ну, возможных каких-то ситуаций, проблем, вот. Но так в итоге и ни к чему не прийти, поэтому тут все-таки лучше вот действовать индивидуально. Но несколько рекомендаций, которые, которые можно следовать, да, если вы хотите сохранить семью, сохранить брак. Вот. Несколько рекомендаций я все-таки дать могу. Вот. Значит, первая рекомендация, оставить человека в покое, да, то есть не нарушать его личные границы, не приставать к нему, не злить его, уважать его выбор, уважать его решение, каким бы оно ни было вообще. Да, то есть абсолютно не важно какое это решение. Главное, чтобы решение было из-за человека. Вот. Взаимодействовать с человеком исключительно так, как удобно ему, как комфортно ему. Вот. Чтобы человеку было хорошо. Чтобы человеку было спокойно, чтобы человек вам доверял. Настолько, ну, насколько, насколько это вообще возможно в данной ситуации, в данном случае. Ну вот, если, как вы говорите, все уже потеряно. Вот. По возможности я рекомендую вспомнить то общее, что между вами когда-то было либо есть. По возможности вести именно такой взрослый разговор, ну, взрослый диалог, свободный от претензий, от обвинений, каких-то, да, и так далее. То есть чтобы вот этого вот не было. Чтобы вот этих вот вещей, их не было, чтобы они не присутствовали, чтобы они не мешали. Вот. Это необходимо для того, чтобы расположить человека к работе в дальнейшем. Чтобы он увидел, что вы не просто решили, там, его вернуть сюда, например. Или не просто решили, там, ну, грубо говоря, отношения как-то вот вернуть, да. Потому что здесь вот есть такая нотка эгоизма, ну, для другого. Типа вот ты хочешь вернуть отношения, а я-то как бы, а я-то как бы, а как же я-то? Вот. Вот чтобы подобных вещей не было, да, начинать нужно именно, именно вот с позиции покой, чтобы человеку было хорошо, чтобы человеку было комфортно, чтобы человек чувствовал себя в безопасности, чтобы человек видел, что ориентир в первую очередь не на него идёт, а на самого, ну, на самого партнёра, на самого супруга. Вот. Это крайне важно, потому что зачастую в момент обращения к психологу люди переживают очень сильное давление. Вот. И, естественно, у них сопротивление на любую попытку их поменять. Вот. Тут это абсолютно такая топыговая ветвь развития, абсолютно деструктивная модель. Вот. То есть любое какое-то предложение, да, там возникает, и всё. Всё. И тут же у человека защита, тут же у человека сопротивление. Всё. Я ничего не хочу. Вы опять-то меня пытаетесь переделать, ну и так далее. Вот. Вот. Вот, в принципе, то, что можно порекомендовать, ну вот исходя, исходя именно, именно вот из того, что подразумевает вопрос. Понятно, что каждый психолог использует свой метод для решения проблемы. Вот. Но лично я использую в первую очередь анализ взаимодействия, транзактный анализ и, соответственно, клиентоориентированную терапию. Вот. Именно для семейной консультации. То есть, по сути, это интегральный подход. Так. Вот. Тут есть всё. И элементы когнитивные, и элементы, значит, гестальта, и элементы психоанализа, и элементы экзистенции. Вот. Так. Всё это, как бы, используют. Вот. Я в этом, кстати говоря, не вижу ничего плохого, потому что методы, они, в принципе, взаимодополняют друг к другу. Я считаю, что это здорово. Вот. И считаю, что использовать именно все методы в своей совокупности является единственным правильным подходом, который обеспечивает лучший результат. Вот. На этом, я думаю, можно закончить. Надеюсь, что помог вам, значит, соответственно, буду рад, если вы обратитесь за профессиональной помощью. Ну, не обязательно ко мне, не только ко мне, но и к моим коллегам на сайте, например, или где-нибудь ещё. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.